Ага, у нас Алёшка Устина в Слее, гостят, поехали в Москву. Это, я что хотела спросить? Вот все употребляют слова Серафима Саровского. Спасись, стежи дух, мирины вокруг тысячи спасутся. Нигде не найду полностью, вот что он до и после говорит. Вот, вырву. В первую очередь, говорил он это или нет? А если говорил, то это неправда. У меня это отвечено в книгах. Нигде в мире никогда этого не было. Скажи, пожалуйста, на какое-то где искать? А что искать? Ну, вот эти его, дед, отвечаешь на этот вопрос в книгах. Да я тебе сейчас отвечу. Подожди, ручку возьму, я такая бестолковая. Ну, так давай. Кто-то есть там, который не бестолковый-то, пусть записывает. Ну, они все заняты, все. Я самая такая. Ну, давай. Ну, в первую очередь, Давид говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. Ага. Это легко найти. Давид. Да, да, Давид. Давид говорит. Он мирный, признает, что мирный, он только заговорит, а не к войне. Теперь самый мирный человек, каких только бы знало человечество, это сам Господь, Бога-человек. Ну и что? Вокруг него тысячи спаслися. Осталось двенадцать, и им говорит, не хотите ли вы уйти? Что выдумывать-то? И что они сделали? Они его гнали, оклеветали и распяли. А он сам себя называет мир. Пришел, на землю принес. В человеках благоволение. И на земле мир. Мир во Христе. Понятно. Нет. А Саровский-то к чему вот эти слова-то сказал? Да не говорил он, может быть, их. Откуда взяли-то, что он говорил? Будь мирный, да не могут вокруг тебя тысячи. Я говорю, хотя бы один спасся, но я мирный. И от этого спасутся. Да спасается не от этого. Написано, вера, отслышание, отслышание от Слова Божия. Десятая глава к кремлинам. У него, я просмотрела жития, тринадцатая страница его жития, Саровский. Он там говорит, как надо читать Евангелие, Апостолы с разъяснением. Ну, все как надо. Этого никто не говорит, а вот это именно. Ну, как может спасти человек? Вот он мирный. Он сидит. И как спасутся-то? Без веры спастись нельзя. Нельзя без веры. Я закончу. Ты не перебивай пока. Вера отслышания. Отслышание не от того, что человек мирный. А написано от Слова Божия. Римлянам 10 глава 17 стих. Зачем вы думаете? Если эти были слова сказанные, они ошибочные. Они не евангельские. Вера отслышания, а слышание от Слова Божия. Идите проповедуйте всей твари. Не сказал молчите. Будьте мирные. Апостолы пошли, и началась война во всем мире. Господь говорит, посылаю, как овец среди волков. Там мир будет, где овцы и волки. Где-то такое видели. И далее. Восстанут на вас родные. Братья, сестры. Где двое, пятеро разделятся трое на двое. Господь сказал. Учение Христа приносит только войну и смуту. Господь это заложил. Зачем выдумывать-то? Потому что это мир. Мир не воспринимает божественное. В каком томе это все написано у тебя? Сейчас мне так сразу-то и скажу, Том. Это надо открывать, смотреть. Ты позвонила нечаянно. Я бы открыл, показал там подробно написанным. Это совершенно не евангельские слова. У Серафима, если это его слова, самое важное, написано так. Смысл жизни, стяжание Духа Святого. Вот в этом все. Все. И вся добродетель, и молитва, и посты, и подвиг. Все абсолютно в этом. Движимый Духом Святым или нет. Или сам на себя это взял. Внутренний огонь этот горит от Духа Святого. Вот это светильник, с которым человек выйдет, как невеста, навстречу жениху. Люди-то говорят друг о друга, как лжепророки, воруют. Написано это. Потом у меня такой вопрос. Вот я и тебе и писала, но ты, видно, не понял, кому. Женщина в алтаре. Вот даже во время литургии, что-то за алтарем там нашу гуртится, заходит как, ну, во время литургии верных. Ну, еще, женщина, ладийкийское правило, 43-е, собор запрещает женщине входить, независимо, кто она. Она монашка, она не транссексуальная какая-то женщина-то. Нет. Даже девочку маленькую, восьмидневную, в алтарь не заносят, а перед иконой перекрестили ей и назад отдают. А мальчика заносят в алтарь. Какой собор? Ладийкийский. Ладийкийский. Вот это надо там проверить еще, посмотреть, чтобы не ошибся. 33-е правило. Вы внезапно спрашиваете, надо мне кое-что посмотреть. Представьте, 30 томов, как я сразу могу сказать? Мне надо поисковик, у меня все готово. Вот это вот, пожалуйста, глянь и черкни, чтобы время не отвлекать, потом на скайпе черкни, правило какое. Какое правило? Ну, точно, да. Ну, вот или что? Ты правила наши церковные знаешь, и в правилах написано, женщина в алтарь до них входит, и показаны все правила. А, понятно. Это у нас правило. Сейчас надо вскрыть. Это просто времени не будет. Сейчас ты на меня не гляди, говори пока, я сейчас должен вскрыть. Нет, я не говорю, просто... И вот меня это смущает, или сказать батюшке подойти, или вообще молчать, или вот что делать, или просто молчать. Обожди, но найти кого-то, кто бы сказал это. Кого? Ну, а ты помнишь, мы ходили, и там один на меня восстал-то? Ну? Ну, ну, ходили когда в эту... Это мы там были, наверное, только с этим вместе. С Андреем были, без меня. Да, с Марком. Вот. И там на меня нападал. Да ты его знаешь, Бурмистров, преподаватель. Ну, знаю. Так его уже там нету, все. А, ну, а ты писал что-то епископу? Нет, я не писал, Господь написал. Вот смотри. Вот. Это женщина. Жена его к нам ходит, но что-то я, когда уезжать, что-то они какие-то расстроенные, что-то были. Ну, они все расстроены, это они постоянно расстроены. Вот видишь. Не, ну, они всегда подходили, со мной здоровались, все. А тут как-то вот... Ну, вот. Смерть на сих отношения, я поэтому говорю. Вот я посмотрел сейчас, вот этого правила нет. Значит, или я ошибся, или не туда открыл. Молиться с ерекикам или с щепенцем. Вот. Женщина не ходит в алтарь. А тут другое даже. Монаху нельзя мыться в бане с женами. Это 30-е правило. Значит, было это, если запрещали? Было, да. Вообще смех. Смех даже еще какой. Вот. Теперь вот меня вот еще смущает. Вот поели, не спаси Христос. Скажи, спаси Христос, тебе отвечают во славу Божью. Ну, какая слава Божья накормила мать-то, мы собственного ребенка. Ты вот возьми на улицу, вот это, а это ты обязан кормить. Какая тут слава-то Божья. Слава. Апостол Павел говорит, и все, что не делайте, делайте, говорит, во имя Господне. Едим, и, говорит, и не едим, во славу Божию. А то апостол Павел говорит, к нему претензии. А, ну, все понятно. Потому что желудок не может без помощи Божьей перерабатывать. Не будет аппетита. У тебя вообще ничего, куска этого в руках не будет. Едим, говорит, соблюдаем ли дни, во славу Божию. Ради Господа. Не соблюдаем ли для меня, что пятница, что воскресенье, во славу Божию. Мы внимательны к слову Божию. Едим ли, говорит, а как едим, во славу Божию. Ну, во славу я благодарю и славу Богу возношу. Ну да, а за пищу, как не злать. Нет, а это вот не просто тебя вот покормили там, все. А вот вроде, а если бы не во славу, то и не накормили. Ну, а зачем это уже так в казуистику вдаваться? Это поблагодарил, и все. Вот меня спрашивают, а как правильно говорить? Вот говорят, спаси Господи или спаси Христос. Конечно, спаси Христос. Потому что слышится имя Господне. Я рассказываю о том, как мы дорогой ехали, и пришлось проходить через вагоны. И сказал Саша Долго, спаси Христос. И какая тут история вышла из этого. Мы отстали от вагона и сели через ресторан. А дело было ночью, под утро. И он последний идет, а нас человек восемь ехала. Ехали из Москвы на юг. Но он последний шел, и женщина обернулась, она убирает там в вагоне, в ресторане. И говорит, спаси Христос. А в это время, вот как Артаксер спал, ему сон тревожил, у ней какие-то нелады у директора ресторана. Она как раз здесь и была. Она открыла дверь, а сама лежит на нижнем сиденье. А где Христос? Она говорит, да вон и сусики прошли. А ей это так запало. И она утром пошла, когда торгашка такие судно несет, тарелки. И она ей наказала, найди меня этих бородатых. Да их легко искать, там человек пять с бородами. Это она сразу нашла. Это вы ночью шли, мы. Директор вас зовет. А зачем? Ну вот вы говорили что-то о Христосердах, мы не говорили. Но она просит вас. Да мы не ходим в ресторан. Она нас уговорила. Мы пришли. А она что сделала? Я в этот день четыре часа проповедовал в ресторане. Еще я уже больше половины времени провел два часа. И в это время подошел один, у меня достал корочки. Вот так вот подошел, красные корочки. Прекратить заниматься агитацией, я там сотрудник КГБ. А она вот так вот на него, директор наплыла. Сотрудник? Да я тебе сейчас выпру отсюда, ты вчера тепленький через порог переползал. Извините, пожалуйста. Да ладно так, говорит. Они не знали, чем угостить. Я говорю, ну и пост у нас, пост. Последняя неделя поста. Я говорю, вот картошка, когда бывает, нечищенная. И такая, чтобы не разварилась она, сухая, чтобы нож проваливался. А мы сделаем, говорит, на пару. Мы, правда, сделали. Большое блюдо, вот такое вот. И я его так на руке несу, как дональские дары, через все вагоны. Дагнозатор еще пригласили. Одним словом Христос. Значит, правило это не точно такое, да? Нет. Не туда посмотреть там надо просто. Мне, ну, внезапно сказали. Не, не, а где посмотреть? Это же не Библия. Там, я знаю, что в Ладийкийском соборе, сейчас посмотрел, я открыл. Надо просто минутку. Ну все, ладно, Ладийкийский собор. Набрать. Открою его. Это очень просто делается. У меня вот такая книга есть. Не знаю, тебе видно будет или нет. Видно, видно. Книга правил. Это не просто книга правил. А ты посмотри, какая дарстинная надпись. А я ролик смотрела. Где ты вот это... Ога, смотрела. Вот я сейчас посмотрю только, минутку совсем. Алтарь. Ну, видите, еще не по той странице пойдет не алтарь, а алтарь. Сейчас я гляну только. Правила, они одни для всех. И поэтому не надо выдумывать. КЛМНО. Так, алтарь. Вот видишь, как раз слово-то алтарь даже и нету здесь. Видимо, на слово алтарь. Алтарь. Еще ничего не знаешь, так ничего и не найдешь. КЛМНО. Сейчас посмотрю. Мы как-то были во Фрунзе. И там Светков был, отец Владимир. И туда-сюда монашка снует. А мы ему взяли это, выговорили это. А он... Вот. Алтарь-жертвенник. Вот слушай сейчас. Жене в алтарь не входить. Лаодикийский 44. А я 33 сказал. 44. Жене в алтарь не входить. Все. Одно правило. А он, к сожалению, не подчиняется. Ну, не подчиняется, значит, он нарушитель канона будет. На него особое наказание. 44. Ага, все. Он видел уже, лет 20, наверное, в руки не брал. Нет. Ну, я сказал, что собор правильно был. Я сам подойду к батюшке. То, что у меня с ним тоже разговаривал. Он сказал, он сказал, что вот стоят глаза, закрывают, молятся. Что нельзя так. Ну, я подошла, как истута подошла. Говорю, батюшка, ну, так вот снуют как тут. Ну, смотрите под ноги. А Серафим Саровский сказал так. Молись с закрытыми глазами. Это он сказал, говорит. А когда сон будет подходить, тогда открой глаза. У нас наоборот. Сон подходит, глаза закрыл. Это Серафим Саровский говорит. Он батюшка не знает просто. У него книг-то нет об одной. Еще страницу запоминать. Ну, это его слова. Это уже определенно. Тут мы нашли 44-е правила Литийского собора. И у него какая-то там монашка снует. А мы отцу Владимиру Светкову сказали. И она на следующий день, как всегда, забежала туда. Что-то он ее остановил и говорит, там, когда-то и в Доксе, или кто она была. Он говорит, сестра, больше в алтарь не заходи. А почему? Ну, правила. Я просто не знал, не обратил внимания. Так и меня же архиерей благословил. Но архиерей благословил, вопреки канону. Ну, а я это отменяю. Как она взыграла. Она перед людьми там шабарщит по долам туда-сюда. Да, ей записано. Ты помнишь, нет? Ей чуть руку не целуют. Да, да. Я говорю, ты помнишь, нет, этот случай? Это во Фрунзе было. Я не помню. Я отца Владимира Светкова помню хорошо. Ну, вот такое дело было. Он ее просто выпер оттуда. Больше сюда ноги не ложи даже. И все кончилось. Она монашка. Она перестала быть женщиной. Зачем вы думаете? Написано женский. Женский пол. Девочка восьмидневная в алтарь не заносится. Что тут тебе? Она приняла. Да ты, может быть, в храм-то заходить должна с оглядкой. А не то, что в алтарь лезти. Я вот рукоположный чтец. Меня рукоположили, чтобы я мог при архиереи говорить проповеди. И я в алтарь захожу, там могу. Но я в алтарь не захожу. Я не захожу. И мне шили подрясник такой, как это. Я его отдал брату. Я боюсь туда заходить. Зачем заходить-то? Зачем искушаться-то? Там кто принадлежит священнику. Вот вчера мне говорят, вот вы сделали рассмотрение во свете Библии. Что еще именно? Я говорю, житя святых во свете Библии. Ой, как это здорово. А могли бы службу рассмотреть во свете Библии? Я говорю, вот как раз то, чего мне нельзя делать. Меня сразу сожрут. Богослужение сегодня занимает позицию Библии. К нему не прикасаться, как вот и в Библии. Не отнимение убери. Занимайтесь вы попой, вам это сподручнее. Я нигде службы не касаюсь. Нигде. Я просто стою и молюсь. Слежу, чтобы не было нарушения, как староста. Чтобы ни шума, ни передвижения. Отца Павла Токанского помнишь? Еще бы. У него же тоже женщина была. Да. Ну, потом что-то он тоже не это оставил. Все, куда-то в Россию уехал. И что-то тоже у него. Ну, как-то или возгорделся. Ну, в общем, не все, как сказали. Не все хорошо получилось. Он хороший батюшка. Он Виталия Устинова венчал. Ну, ладно. Спасибо, Христос. Мне как-то заказывали литургию. Записать на пленке. В то время у меня были эти катушки такие. Я нигде не нашел лучше записать, чем в канте у отца Павла. И вот он я был около алтаря стоял. Ему там дал магнитофон. И все. Я был в синоде в Нью-Йорке. Ну, и там мне решили показать. Священник открыл. Заходите сюда. Я говорю, да-ка я не рукоположенный. Ну, я разрешаю. Я говорю, а ты не можешь разрешать выше канона. Ну, как? Никак, я говорю. Нет никакой нужды. Да я хотел показать. Ну, я так верю. Так они на завтра там, которые это все услышали, а они туда заходили. И они не стали больше заходить. Но у них там осталось какое-то ведро или что-то там. И они никак. А только одни женщины. Так они решили так. Заходят ногами. А ты, говорит, давай, ложись ты длинная, говорит, такая. А другая за ноги держит, чтобы только пятки-то были за алтаря. И швабру дали. И она дотянулась до этого. Ну, что там надо-то было взять-то там, скребок или еще, и швабры вытащили. Но в алтарь она не заходила. Ну, так и так. Ну, у ней самое главное, это было ступнями. Человек идет-то. Они вообще-то, как у евреев-то, на колеса льют воду, значит, плывет на воде. Сел на грелку, говорит, плыву. У них двигаться нельзя, только по воде можно. И свадьба, когда идет, говорит, что свадьба-то, ехать надо. А тогда они, говорит, идут, на колеса льют воду. На колеса. Интересно так. Люди всякие разные обычаи имеют. Ну, ладно. Кто у тебя там дома-то? Да дома там шумят. В понедельник, Ксюшке, два года, может, гости придут, уборкой занимаются. Ремонтом. Тут же они, у них же однокомнатная была, купили трешку. Ну, вот, а денег-то нет, так сам, шкафы-то. Я тебе забыл сказать это. Мне теперь нужно каждый раз говорить. У меня сделана автоматическая запись. А, позвонить и сказать можно, да? Можно, да? Нет, нет, не позвонить и сказать. Я с тобой разговариваю. Ты маленько как-то отшатнись, я только нос один видать. Голову назад сделай. Во, чтобы лицо-то видно было-то. У меня со вчерашнего дня, это ночью уже установили, автозапись. Да зря, сотри ты меня, я всякую глупость говорю. Ты поняла, нет, у тебя глупости не было, хорошие слова. То есть, независимо от меня, она сама начинает записывать, делать. Ну, все, обратно, до свидания. Так, еще больше нету? Нету. Ну, молите, чтобы у нас благополучно было. Там богатство неописуемое. Андрею Токураеву мои ролики-то дали, так он их выставляет. Андрей Токураев. Ага. Ага. Кто-то самый выдающийся миссионер у нас в России. Ну, я говорю, на сегодняшнее время, вот так, никто не знает. Он говорит, я вам скажу, это Лапкин Игнатий, город Барнаул. А кто он такой? И дальше он начинает говорить. У него, говорит, есть такие вещи. Он у меня за книгами приезжал, здесь был. Он, говорит, целые пласты поднимают, что мы забыли. Там о мощах, говорит, подборка. Не его, говорит, а по писанию. Там такой математический ум, он там, я не знаю. А я теперь дал о нем-то там, что Чаплин нападает. Да коней этим теперь там тоже поставили-то. Ну, ему вопросы задают, а он отвечает. И отвечает как? Ну, говорит, Игнатий чем поражает? Он говорит, абсолютной свободе находится человек, я ему завидую. А вот сейчас он не завидует, он более свободный уже. Я сказал, не завидуй, тебя выбросит Господь оттуда. Вот так и получилось. А маленько погодяй, он выступает радиоэхо. И опять ему говорят, ну, вот говорите, подвижники там, герои веры. Ну, в настоящее время, разве это есть? Он говорит, есть. И кто это? Он снова указывает на меня. Называет и озвучивает. Отошла? Да, ладно. Ладно, спаси Христос за ответ. Ну, спаси Христос. Все мы нашли. Ты только стой-ка, стой и всегда радуйся у Господа. Проси. Нигде ни в какие дела не лезь. Молись, стой, действительно, опусти глаза. И нам лучше плакать о грехах наших. Ну, ты понимаешь, вот тут... Меня же не вдруг, а меня вот это вот так вот не могу. Не могу. Ну, может, кому-то сказать, женщина-то не должна, тем более в храме, ни одного слова не говорить. Если бы он вышел на улицу и шел с тобой там, это, там, в Росе, ты бы могла пару слов сказать ему. А в храме женщина не должна даже шепотом полслова говорить. В стенах храма. Спаси Христос. Аллилуйя.